По итогам трех месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, наиболее вопиющим стало количество погибших в ДТП. Если в прошлом году в авариях только четверо получили смертельные травмы, то в этом их было 11. Выросло и количество раненых, но самое печальное в том, что на ангарских дорогах гибнут дети. К апрелю уже 8 человек. В четырех случаях мы установили вину детей, но в двух случаях из них это косвенная вина, то есть они находились в сопровождении взрослого. И я не знаю, чем думают на сегодняшний день взрослые, когда тащат детей фактически под колеса машин, потому что несовершеннолетние в принципе не отвечают за себя в те или иные моменты. Хотелось бы обратить жителей Ангарска на это внимание. Напряженной остается обстановка с угонами и кражами автотранспорта. И по-прежнему в основном преступники действуют в ночное время. Автомобили гаражан пропадают даже из гаражных кооперативов, что уж говорить о дворах, где машины беспечно оставляют на ночь. Нами по распоряжению начальника ООД проводится сейчас локальная операция автомобиль. Совместно с уголовным розыском уже есть определенные результаты. Недавно была задержана группа, которая занималась хищением транспортных средств с гаражных кооперативов. Они уже дали три машины. То есть уже установлены три машины с этой группой. Дальше работа продолжается. Андрей Коноплев также коснулся проблемы перевозки досадоводств. В частности, речь шла о неудовлетворительном состоянии дороги до деревни Зуй. Туда автобусы не будут ходить до тех пор, пока это направление не будет приведено в порядок. Кроме того, с 1 апреля закон обязал определенные категории перевозчиков оборудовать транспортные средства тахографами. Установка их в обязательном порядке должна быть. Тахографы, на которые предусмотрены. Никаких писем, как ко мне сейчас организации приходят, дождавшись, когда в закон вступил в действие с 1 апреля, о продлении и о том, что они не купили свое время на тахографы, я подписывать не буду. Потому что имелось достаточно большое количество времени, фактически год для установки этих тахографов. А как всегда схватились, когда в закон вступил в действие. В целом, ситуация на дорогах Ангарска оставляет желать лучшего. Есть некоторые успехи в плане работы ГИБДД с водителями. Но до сих пор те, кто садятся за руль, грешат употреблением алкоголя и несоблюдением правил. Это и дает поводы для серьезных ДТП.